всем привет добрый день с вами аня и сегодня мы снова говорим по-русски даже если вы не говорите по-русски вы наверняка слышали слово мужик в европейских странах я встречала это слово самых разных контекстах в литературе фильмах в надписях на одежде в витринах магазинов а давайте разберемся что это за слово откуда оно произошло и когда используется в современном русском языке у этого слова очень любопытная история происходит мужик от слова муж напомню что в современном русском языке есть два основных слова с этим корнем первое муж у которого в современном языке осталось только значение супруг второе мужчина для обозначения мужского пола а в древней руси слово мужик или мужичок было производным от муж мужчина и применялось к мальчикам которые еще не имели права голоса спустя некоторое время это слово стали применять ко всем мужчинам у которых не было прав то есть крепостным крестьянам но надо заметить что в современной россии многие мужчины воспринимают слово мужик как комплимент считается что это слово подчеркивает их силу мужественность смелость и так далее как же так получилось что слово используемая к тем кто не имеет никаких прав стало мужским комплиментом это случилось после революции 1917 года именно тогда статусом мужика начали гордиться почему потому что это название использовали в противоположность термином барин буржуй и тому подобное в 1920-х годах такое неблагородное происхождение открывало новые возможности можно даже сказать что мужики на какое-то время стали привилегированным классом быть мужиком было просто выгодно все фразеологизмы которые популярны и в наши дни например настоящий мужик или мужик сказал мужик сделал пришли именно из этой эпохи со временем особенно после распада ссср пропала надобность заявлять о своей принадлежности к мужикам но вот удивительный факт положительное значение слова мужик сохранилась и в современной россии вы можете повсеместно услышать как мужчине говорят ну ты мужик ты настоящий мужик в значении ты молодец ты проявил мужество но парадокс не только в этом а еще и в том что помимо комплимента слова мужик часто используется просто как грубая вульгарная форма обращения к мужчине и далеко не в положительном смысле эй мужик нежный снег хрустит под ногами если вы изучаете русский язык и интересуетесь россией русской историей и культурой подписывайтесь на рассылку на моем сайте каждую неделю вы будете в числе первых кто получает новые видео и полезные материалы спасибо за ваше внимание и увидимся в следующих видео